Основные транспортные артерии города, Московское шоссе и Новосадовое, улицы рядом с авто и железнодорожными вокзалами, въезды в город и исторический центр. Это все части гостевых маршрутов Самары. Сделать их привлекательными для увеличения потока туристов, такую задачу поставил перед муниципалитетами губернатор Дмитрий Азаров. У Самары уже есть опыт подготовки таких маршрутов после проведения чемпионата мира по футболу. Теперь эти наработки вновь станут актуальными. Это должна быть территория, которая читается сразу. Это должно восприниматься не как отдельными кусками. Вот ты едешь от такой-то улицы по такой-то. Это должно восприниматься как одна территория, как один проспект, чтобы он был с одной идеей, с понятными правилами благоустройства, с понятными территориями, и чтобы она читалась как центральная улица города. Поможет в достижении этой цели и дизайн-код города, в соответствии с которым должно осуществляться оформление и планирование внешнего вида территорий. Это документ, который определяет подход к формированию городского пространства, целостность облика городских территорий, единый стиль оформления зданий и сооружений, торговых точек и иных объектов. Для начала на гостевых маршрутах проверят санитарное содержание территорий и проведут работу с объектами потребительского рынка на предмет вывесок и рекламных конструкций. А затем будет предложено дальнейшее развитие общественных пространств и планирование градостроительных решений. На мой взгляд, вот такие элементы, как плитка, фонарные столбы, ограждение, которое отделяет проезжую часть от тротуаров, да, это тоже отдельная тема, вызывающая бурные дискуссии, надо, не надо, там, менять, не менять, но, тем не менее, это тоже должно быть прописано. Поэтому, может быть, когда мы сейчас приступим к реализации гостевых маршрутов, нам, может быть, некоторые позиции в дизайн-коде будет необходимо уточнить. Работать над этими задачами будет межведомственная комиссия, куда входят глава Самары Елена Лапушкина, министр туризма Самарской области Артур Абдорашитов, представители региональных министерств транспорта и автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, фонды капитального ремонта, руководители департаментов администрации, главы внутриградских районов. Созданная рабочая группа будет регулярно собираться, чтобы обсуждать предлагаемые проекты и принимать необходимые решения. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.